Поправки в Конституцию, включая и 26-ю статью, это пока только проект. Предложения о перераспределении полномочий между ветвями власти будут обсуждаться в обществе до 26 февраля, а после правительство внесет на рассмотрение парламента финальный вариант. Пока же в регионах идут обсуждения, и вот сегодня в Караганде прозвучало мнение, что в рамках конституционной реформы в Казахстане необходимо усилить роль мыслехатов. Это, по мнению экспертов, приведет к повышению политической активности населения и укреплению роли гражданского общества. Когда избираем ветвью власти или назначаем ветвью власти, мы всегда ставим перед ними определенную задачу, после выполнения которых мы обновляем этот состав, не унижая ни одного депутата и не восхваляя членов правительства. Я считаю, что для решения новых политических реформ и новых задач в экономике, как третья модернизация Казахстана, нужно обновление кадров в ветвях власти. Вот эти вот изменения, они затрагивают устои политической системы. Когда затрагиваются устои политической системы, должны приходить новые лица. Если мы получим такой вот эффект, тогда, во-первых, сблизятся позиции властей и общества, во-вторых, мы получим устойчивую политическую систему. Между тем, представители научных кругов Казахстана считают, что политические преобразования в стране должны идти параллельно с экономическими. Это позволит сделать модернизацию более эффективной. Развитие государств сейчас ускоренно формирует шестой технологический уклад. Это нанотехнология, биотехнология, гений-инженерия, информационно-коммуникационная технология, космические технологии. Вот доля этого уклада будет весомой, вот тогда бурная техническая научная революция будет. Это приблизительно к 2025 году и далее. Поэтому на этот переходный этап политическая реформа тоже сделает стратегический план. А чтобы программы, нацеленные на модернизацию, стали по-настоящему действенными, работать над ними будут и социологи. И речь идет о том, чтобы уменьшить иждивенческое настроение в обществе. Чтобы не думать, что все сделает государство, а человек сам активно участвовал в жизни государства и общества. Сам строил свою судьбу. Потому что государство, президент дает такие великолепные возможности для каждого.